всем привет на связи федор васильев и в этом видео мы с вами оформим новый ssl сертификат от комода посмотрим вообще по шагам что там как нужно сделать самостоятельно делать это я буду для своего сайта для домена fedor васильев точку ру сейчас вы можете обратить внимание что сертификат в данный момент у меня присутствует просто прошел уже год а как правило платные сертификаты делаются на год можно и больше конечно сделать вот вы видите что он сейчас есть у меня здесь и время его подходит концу пора создавать пересоздавать новый сертификат я решил записать об этом видео потому что в открытом доступе именно мы моих видео по шагам про данную операцию ssl у меня таких видео нет есть только подробная информация в платном видеокурсе ссылочку вы найдете в описании сертификат будет действительно для меня бесплатным и как его получить бесплатно я сейчас расскажу сертификат будем получать через хостинг хостик это тот хостинг которым я пользуюсь и рекомендую своим подписчикам клиентам у этого хостинга есть акция то есть смотрите мы будем с вами делать сертификат заказывать именно вот этот вот от комода вот этот вариант который стоит 1413 рублей в год и здесь вот есть подробная информация именно вот этот сертификат он дается бесплатным если вы купите хостинг на год вот этот вариант вот его название при покупке такого хостинга на год ssl вот видите написано бесплатный в подарок идет и здесь описание какой именно сертификат будет бесплатным то есть для меня он сейчас будет бесплатным я уже его заказал то есть здесь смотрите как вы просто кликайте на кнопку то есть вы если тоже хотите получить такой сертификат бесплатно от данного хостинга, то ссылочка на этот хостинг в описании под видео. Переходите, регистрируйте хостинг и SSL сертификат переходит вот сюда. Вот здесь есть вкладочка SSL. Если вы не знаете, что такое SSL, полно информации в интернете об этом, почитайте и решите для себя, нужно вам это или нет. Это уже как бы серьезно такая вещь. Этот SSL не только защищает, шифрует наши данные. То есть, если у вас есть регистрации на сайтах, если у вас магазин, операции какие-то проходят, то все это проходит через зашифрованный канал, который очень трудно взломать. Потом это влияет еще на SSL оптимизацию сайта. Google теперь будет читать сайты, не имеющие SSL сертификат. Вот такой замочек рядом со строкой браузера, рядом с вашим домен. То есть, если нет у вас SSL на вашем сайте, сайт будет считаться небезопасным и это вроде как будет влиять на SSL оптимизацию сайта. То есть, в ранжировании будут сайты ниже. Ну, такая ситуация как бы нас, по сути, принуждают вот такие вещи делать. Покупать всякие вот такие сертификаты. Другая ситуация, что есть бесплатный сертификат, но я нашел только на 90 дней можно его зарегистрировать, потом каждые 90 дней его нужно будет пересоздавать. Но там есть свои тоже тонкости, почитайте в интернете, там все написано. Даже здесь вот на сайте хостик можно почитать о бесплатном SSL. Там тоже свои есть недостатки. В общем, проще купить, вот недорогой SSL, зато все там нормально будет работать. То есть, если вы купили хостинг, который я вам сейчас показал на год, то вы вот здесь вот кликайте заказать, но не оплачиваете его. Хостеры сами его оформят и вам придет письмо. После того, как вам придет письмо на почту, там через несколько минут, ну в течение получаса, там придет несколько даже писем, вы должны пройти в панель клиента, то есть залогиньтесь на хостик, панель вот тут клиентов, дальше вы перейдете мои счета и вот здесь вот у вас должно зелененьким гореть, вот этот вот видите, у меня сейчас горит SSL сертификат комода, то есть якобы я заплатил, но на самом деле я не платил. И вот на целый год ежегодно здесь написано. То есть вот она зелененьким, эта полоска горит, значит мы можем дальше двигаться по настройке данного SSL сертификата. Эта информация также для сайтов, которые только начали, то есть только запустились, еще не добавились в Яндекс и Гугл в поисковики. То есть как происходит это, если SSL у вас уже есть и он заканчивается, просто поверх новый создаем SSL, старый вычищать, удалять не нужно, просто поверх ставим новый. Опять же, если ваш сайт уже существует в интернете и он индексируется, то здесь, конечно же, нужно будет еще проделать некие манипуляции. Опять же, информация есть в интернете или же на моем платном курсе. Я там все рассказал, разжевал, что нужно делать с сайтами, которые уже существуют давно в интернете и только-только начинают переходить на SSL. Там есть важные шаги, которые обязательно нужно учитывать, чтобы как можно мягче перейти на новые урлы, потому что ведь к нашим всем урлам на сайте, к HTTP, подставляется еще буковка S. Значит, урлы меняются и там нужно также манипуляции в Яндекс.Вебмастер, кое-какие произвести, чтобы все работало. Поэтому сейчас сразу предупреждаю, информация будет хорошо полезна именно сайтам, которые начинают только, то есть не запустились еще в интернете. Итак, у меня полоса горит зеленым. Я нажимаю вот здесь вот напротив детали. Дальше я нажимаю вот здесь на ссылку открыть. Нас перебрасывает на вот такую вот страницу, где мы сразу нажимаем на кнопку «Действуйте». Здесь есть такая вот подсказочка «Помогите мне заказать сертификат с помощью интерактивной инструкции». Можно, конечно, воспользоваться ей. Мы прокручиваем чуть ниже и нажимаем вот здесь «Контакт информации владельца». Здесь кнопка «Средактировать». Кликаем на нее. И здесь латиницей нам нужно прописать «Заполнить все поля необходимые». Те, которые помечены вот такой красной звездочкой. Первое поле, которое необходимо заполнить – название компании. Если у вас нету компании, можно написать по-английски «NA». Так, вот смотрите, как заполнены поля. У меня, кстати, автоматически это подставилось. Не знаю, как это будет у вас. Город, улица, все стоит. Нажимаю «Сохранить». Далее прокручиваем чуть ниже и нажимаем вот здесь вот «Сгенерировать новый CSR». Здесь у нас подставляются все данные, которые у нас заполнены. Также здесь пропишите свой рабочий электронный ящик. Прочитайте вот это предупреждение. И нажимаем «Сгенерировать». А, да, и я забыл указать основной домен. Я прописываю свой домен «FedorVasilev.ru» без HTTP. И снова пробуем нажать «Сгенерировать». SR был сгенерирован. Далее мы видим вот такое вот окно. Публичный ключ, приватный ключ. У меня копия ушла на email, поэтому я ставлю галочку «Я сохранил приватный ключ». И нажимаем «Использовать этот CSR». Также ниже, в самом низу, нужно выполнить проверку. И вот здесь, кликнув на кнопку «Выбрать способ проверки». Либо же email от хостинга, вы используете либо DNS, либо HTTP. Я выбираю HTTP и нажимаю «Запросить». Сертификат был запрошен успешно. Итак, на этой странице, прокрутив ниже, мы можем видеть статус. Вот зеленая галочка, значит, предварительная проверка в панели SSL. Дальше «Запросить». Сертификат был запрошен. В центр сертификации тоже галочка стоит. Здесь у нас показана проверка. И вот еще тоже, да, ниже проверка. Центром сертификации. Нам нужно, чтобы здесь все горело зелеными галочками. И выпуск. Когда здесь будет тоже зеленая галочка, значит, сертификат уже был выпущен для нас. Здесь у нас показаны, видите, домены и способы проверки, которые я выбрал. Нажимаем, давайте, на ссылку «Следуйте инструкции». Проверка по HTTP или HTTPS требует добавления специального файла. Название файла содержит значение кэша MD5. Значит, читаем вот здесь вот все полностью. Дальше, смотрите, файл. У вас здесь будет свой. И содержимое файла. И кнопка «Загрузить в валидационный файл». Кликаем на эту кнопочку и куда-то на компьютер закидываем этот файл. Нам нужно поместить этот файл в корень нашего сайта. Итак, я воспользуюсь бесплатным клиентом файла ZILA. Соединюсь со своим сервером. Перейду в папку с моим доменом. В корневой каталог. И просто сюда перетащу с папки компьютера данный текстовый документ, который только что мы с вами скопировали. Все, данный файл помещен в корневой каталог моего сайта. Далее, на этой странице мы нажимаем «Закрыть». Далее мы спускаемся опять сами ниже. И вот здесь вот, где проверка в панели SSL, есть кнопка «Проверить». Кликаем по этой кнопочке. Так, у меня выскакивает ошибка. Якобы файл находится не в том месте. И говорят нам перейти по этой ссылке, чтобы разобраться более детально. Давайте посмотрим. Так, и оказалось, что поместить нужно файл не в корневой каталог. Судя по тому, что здесь написано, нам нужно создать, нам на хостинге нужно создать вот такую папку, именно как здесь написано, с точкой. В нее поместить еще одну папку. Вот с таким названием, то есть один в один. А уже туда поместить вот этот вот документ. Посмотрим в корневой каталог. Вот данная папочка. Открываем ее. Здесь еще одна папочка. То есть вы делаете то же самое. Открываем ее. И здесь проверочный файл. После этого мы нажимаем еще раз «Проверка». И у нас проверка прошла успешно. Проверка центром сертификации у меня тоже пройдена. То есть вы подождите несколько минут, у вас тоже должно здесь загореться зелененьким. И дальше у меня, вы видите, горит зелененьким выпуск. Проверка завершилась и сертификат был выпущен. После этого минут через 20 вам должно прийти письмо вот такого вида. Ваш сертификат успешно выпущен. На странице SSL-панел прокрутите на самый верх, и здесь есть кнопочка «Скачать архив с сертификатом». Скачивайте архив к себе на компьютер. Осталось сделать совсем немного. Установи сертификат. Это делается очень просто. Вы должны пройти дальше в К-панель вашего хостинга. Она будет выглядеть вот так же, как сейчас выглядит у меня. Найдите раздел «Безопасность». Выбираем вот этот вот пункт «ССЛ». Кликаем. Дальше выбираем самый нижний пункт «Управление сайтами с ССЛ». Кликаем. Здесь уже вы можете наблюдать, что у меня есть ССЛ. Вот здесь вот показан срок действия. Сертификат истекает через 10 дней. О чем я и говорил, что у меня пришла пора менять ССЛ. То есть не то, что менять, а продлять. В моем случае я меняю, потому что первый ССЛ я приобретал в другом месте. Прокручиваем еще ниже. Вот здесь вот нам нужно выбрать домен. У меня здесь куча доменов. У вас, возможно, будет один. Выбирайте свой домен. Ниже мы видим поле, куда нужно ввести сертификат. Открываем папку на компьютере, куда вы скачали zip-архив с сертификатом. Распаковываем его. Я уже распаковал. И вот этот файл у вас здесь будет ваш домен. Который находится вне папок. Открываем его через блокнот. И копируем из него все содержимое. И закрываем этот документ. Вставляем скопированный сертификат в данное поле. Прокручиваем ниже. Теперь нам нужно получить закрытый ключ кей. Во время оформления сертификата вам в процессе должно было прийти письмо вот такого вида. Открываем его. Прокрутите письмо в самый низ и найдите здесь вот PrivatKey. И полностью вместе вот с началом вот так вот вам нужно скопировать весь этот код до конца. И нажать копируем. И вставляем все это содержимое в закрытый ключ. Опять открываем папку там где вы распаковали свой сертификат. Открываем папку Linux. Также этот документ, который вы здесь найдете, открываете через блокнот. И все содержимое копируем. Закрываем документ. И вставляем скопированный код в нижнее последнее поле пакет центра сертификации. И нажимаем установить сертификат ниже кнопка. Итак, с чем я вас поздравляю. Мы успешно с вами установили SSL сертификат. Мы это видим сейчас во всплывающем вот в этом окне. Здесь мы нажимаем ОК. Теперь я в своей панели вижу истечение срока действия сертификата. У меня исчезло значок. И теперь до 2019 года у меня на целый год еще раз бесплатный сертификат. Но это еще не вся информация. Смотрите, если у вас сайт на Joomla, я покажу, что нужно сделать еще. Вам нужно пройти в админку вашего сайта Joomla, перейти в система, общие настройки. Перейти на вкладку сервер и здесь включить SSL. У вас должно здесь весь сайт. Это была основная информация по покупке и установке SSL сертификата, а именно на Joomla. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. Опять же, напомню, что это все-таки больше подойдет, если вы сайт только-только создали. Если сайт вы давно уже ввели в интернете и только захотите сейчас установить SSL сертификат, то вам, возможно, потребуется дополнительная информация, чтобы у вас все корректно работало. Об этом подробно я рассказываю в своем видеокурсе. На этом данное видео я заканчиваю. Я сейчас успешно вместе с вами создал и установил SSL сертификат на год бесплатно. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.